Добрый день, меня зовут Колесников Денис, я эксперт в области гражданского и налогового права. При заключении договора аренды помещения самое пристальное внимание обычно уделяется главным условием стоимости аренды, площади помещения, порядку оплаты коммунальных услуг. Но я рекомендую обращать особое внимание и условиям использования помещения, поскольку оно может быть особенно важным уже на этапе реализации договора. Эти условия обычно отражаются в стандартных договорах аренды, которые вы и ваша компания регулярно используете, и в этом нет проблемы. Но я хотел бы обратить внимание на положения, которые регулируют особенности использования помещения, потому что каждое неурегулированное условие — это как минимум необходимость дальнейших переговоров с арендодателем. А уже после заключения договора одна сторона может и не захотеть ничего менять, поскольку договор заключен. Чтобы избежать рисков, мы рекомендуем еще на этапе заключения договора прямо предусмотреть условия, которые касаются использования помещения. Поможет в этом сервис «Консультант Плюс» — конструктор договоров. Рассмотрим три ситуации. Определение цели использования помещения в договоре, передача имущества и прав на аренду третьим лицам, и контроль арендодателя за тем, как арендатор использует помещение. Мы рекомендуем оговаривать цель использования помещения в договоре аренды. Обычно это условие не включается, и цель использования помещения определяется по ГК, по назначению помещения. Но я рекомендую более четко оговорить данное условие. К примеру, арендодатель сдает помещение под склад, и если это будет склад бытовой техники, то для него не будет в этом рисков и проблем. Но если вы будете хранить там рыбу, он может возражать против такого использования помещения. Другая ситуация. Арендатор хочет открыть помещение ресторан, и я рекомендую прямо предусмотреть это в договоре. В такой ситуации арендодатель сразу будет понимать, что бесперебойная работа системы отопления, водоснабжения, водоотведения — это обязательные условия для его работы. Игнорирование таких условий при заключении договора грозит убытками арендатору и может повлечь конфликт сторон и выяснение отношений, кто виноват и что делать. Включить в договор условия о цели аренды помещения можно следующим образом. Откроете в конструкторе договоров аренда нежилого помещения, раздел «Пользование имуществом», «Передача имущества» и «Прав на аренду третьим лицам». В подразделе «Условия пользования имуществом» есть вопрос, устанавливается ли в договоре цель использования имуществом. Выберите вариант «Да», и в правом окне договора появится поле, в которое вы можете вписать свое условие. Полезно отразить в договоре то, какими документами будет определяться условие использования имущества. Для этого перейдите в конструкторе далее, к условию определяется ли условие использования имуществом. Если установить галочку напротив «Да», программа предложит выбрать, как именно определяются эти условия — ссылки на нормативные документы или иные документы, или указанные в договоре условия использования. При этом в конструкторе можно писать условия по своему усмотрению. Еще одно условие, которое стоит закрепить в договоре — это «Передача имущества» или «Прав на аренду третьим лицам». Самая распространенная ситуация — это «Передача имущества в субаренду». На практике субаренда — это также очень хороший способ сократить издержки компании, если часть имущества не используется. Поэтому лучше заранее обеспечить в договоре аренды наличие условий, которые позволят передать имущество в субаренду. Используя конструктор договоров, вы можете предусмотреть как условия об субаренде, так и о безвозмездном пользовании, о передаче прав аренды в залог и другие условия. Чтобы это сделать, в подразделе «Передача имущества и аренды прав третьих лицах» выберите вопрос, допускается ли передача арендаторам имущества в субаренду. Если вы нажмете «Да», то вы можете выбрать любой подходящий вам вариант. К примеру, нажимаем на субаренду. При этом конструктор позволяет не только выбрать соответствующий вариант передачи прав, но и указать другие важные сопутствующие условия. К примеру, можно включить условия о согласовании арендодателям передачи имущества в субаренду. А самое главное — и обязательные условия для такой передачи. Если вы выберете такой вариант, то вы полностью успокоите арендодателям, что его имущество не будет передано непонятно кому. Можно выбрать другой вариант и отразить в договоре только возможность уведомления арендодателя. Конструктор договоров позволяет настроить каждый из параметров в соответствии именно с вашей ситуацией. Включать ли в договор условия о контроле арендодателя за состоянием и использованием его имущества — это непростой вопрос. С одной стороны, арендатору очень важно, чтобы в его бизнес никто не вмешивался, ведь это может отразиться на сохранности секретов компании и ее технологий. С другой стороны, арендодателю очень важно быть уверенным, что с ему имуществом обращается бережно, и ему не придется потом делать ремонт. В данном вопросе очень важен компромисс и готовность сторон обговорить все условия и включить их в договор. Переходим в подраздел «Контроль за состоянием и использованием его имущества». Выбираем ответ «Да» на вопрос, устанавливаются ли условия о контроле арендодателя за использованием имущества. Можно предусмотреть разные виды контрольных мероприятий, которые стороны считают допустимыми, а что самое важное — необходимость согласования всех видов мероприятий и уведомления арендатора о проведении контроля, чтобы проверка для него не стала сюрпризом. Можно также ограничить или предусмотреть право арендатора на допуск к помещению для проведения аварийных и других видов работ. Ниже после описания условий контроля видим блок «Право доступа арендодателя к имуществу» в зависимости от оговоренного условия, выбираем «Да» или «Нет». Обратите внимание, это условие не дает арендодателю право проверять, как вы используете имущество, это только право доступа на проведение определенных работ. Мы рассмотрели несколько важных условий использования помещений для арендатора. Это определение цели использования помещений, передача имущества или прав на аренду третьим лицам, а также контроль арендодателя за тем, как помещение используется. С помощью конструктора можно быстро выбрать и включить именно нужную вам комбинацию условий в договор. Будьте уверенными перед арендодателем, вы равная сторона в договорах. Обсуждайте, переговаривайте и включайте нужные вам условия в договор, а конструктор вам в этом поможет. Всего доброго, коллеги! Желаю вам успехов в составлении договора. Субтитры создавал DimaTorzok